Добрый день! Ну что ж, сегодня мы начинаем очередной наш эфир. Моим голосом сегодня будет человек, который поработал в элитных ресторанах, на элитных фешенебельных курортах, а потом вернулся на Мальфитанское побережье и открыл свой собственный ресторан. Я пробую с экрана записать, программу загрузила. С экрана пытаюсь записать, загрузила программу. Премии, которые наиболее значимы и наиболее дороги. Итак, сегодня наш гость – это владелец и шеф-повар ресторана «Паскалон» в городе Вьетри Сульмаре. Это Паскал Виталий. Бонжорно и бенвенути треной. Бонжорно. Бонжорно. Итак, как всегда, я задаю вопросы по-русски и перевожу их на итальянский, перевожу ответы. И надеюсь, что у вас тоже будут какие-то вопросы, но если можно, к концу эфира, потому что, когда я начинаю читать и запоминать вопросы, я упускаю… Здравствуйте. Я упускаю то, что говорит мой собеседник. Итак, начнем с первой вопросом. Первый вопрос я задаю всем поварам, которые приходят ко мне в эфир. Вопрос следующий. Итальянская кухня – это самая популярная национальная кухня мира. Почему? На взгляд моего собеседника. Потом, по сути, атака, уarchа национальный кухня мира издательного кухни в поиска. А таки, как ваша оптимизация? Потому чтоckt странная кухня университация кухня мира издательного кухня мира, а также уличия из-за ВИSub goedководна с самой женицы. И тут у каждого рода, у нас anche из-за неправилийта доắcления. Другие продукты, которые разные из региона, как в Крым, как в Ирак, в Бург, в Пьемоне, в Валере, в Валере, в Захаре, в Захаре, в Захаре, в Сицидию, в Мелензане. Видите, сколько otros productos, которые есть в таком состоянии, у них есть разница из градусов, с north и sud. Потому что помидоры, как в Кампании, находятся few мест, неtingя, это климатика. Ага. Значит, ну ответ примерно такой же, какой давала Джузепина. Италия – это провинция, в которой есть север, есть юг, есть горы, провинция, в которой регионы очень отличаются друг от друга, так же, как отличаются и продукты. Есть масло альпийское, есть прекрасное оливковое масло, есть продукты, которые, например, цукини из Сицилии, есть баклажаны из других областей, есть помидоры из компании. И вот сочетание традиций культуры и сочетание вот этого разнообразия продуктов от севера до юга, оно как бы и составляет итальянскую кухню, и, возможно, поэтому она самая популярная во всем мире. Итак, Кампания, это достаточно большой городской области. Every городка имеет свои жидкости, свои продукты, свои вкусы, свои продукты, мы учим sólo Баба-Наполитана, мы учим его сволиотелли, мы учим его приготовлями, мы учим его соколи, он учим его сырой Сицилия, кан quem – кассата, которые не бывают популярные имя в Кампании? Мы знаем, что в Италии в каждой провинции свои рецепты, а каждая провинция, соответственно, состоит из различных областей. И мы, несмотря на то, что мы не итальянцы, мы хорошо знаем неаполитанскую бабу, мы знаем сфолиотелли, мы знаем сицилийские десерты, касату, мы знаем каноли. Так как Амальфитана относится к провинции Салерна, то я задаю вопрос, а какие сладости наиболее популярные, наиболее типичные для Амальфитанского побережья и для провинции Салерна? Продолжение следует... Он говорит, да, конечно, баба неаполитанская и Салерна, они очень известны, но есть вещи, которые очень популярны в самой провинции, они типичны, но их мало кто знает. Например, это вот лимонный десерт, который состоит из бисквита, на который куполом как бы накрывается лимонный крем, это такой очень популярный десерт. Поехали. 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 Очень интересно. Еще со времен Первой мировой войны остался десерт, который очень прост, то есть сухие как бы бисквиты, на которые накладывается, которые пропитываются вермутом, накладывается шоколадный крем и все это укладывается слоями. Вот такой тоже интересный десерт. Как это называется? Пицца ди галетте. Пицца ди галетте. Видите, интересный вот такой. Или пицца инглесе. А, или даже английская пицца. Видите, как это называется? Возвращается к зупе инглесе, но не так же. Возвращается к бискотти секи. То есть, например, английский пудинг, но это совсем не то. Возвращается к бисквитам, чоколадам, а в воде и вермутам. То есть, видите, крем, шоколад и бисквиты, они как бы окунаются в вермут, пропитываются вермутом. Возвращаются всякий на evolution. Ну, есть еще ничего? Зачем еще одинー? Тдея остр焚 — nhiềuа — Почина! и пастири с граной, которая очень известна. Пастири с граной паста фролла, внутри пастички, рикотта, граной, тоннеллата и бурро. И фиори в оранжевом. Это пастик, который делает на Пасху. Это бомба. Пасхальный рецепт, который настоящая бомба. Это такая корзиночка, в которую укладывается и крем, и сыр рикотта, и укладываются какие-то злаковые еще сверху. И все это в корзиночке, все это печется исключительно для Пасхи, а сверху укладываются цветы апельсина. Я тоже подозреваю, что это настоящая бомба. Алло, Рапискуале, почему ты стал пастиком? Почему ты стал пастиком? Я его спросила. Я должен был кушать, потому что он всегда был пастиком для кухни. Поехали, мой зимой был главный директор в большой отеле в Петри. И мы говорим, что моя семья, все все музыканты. Мой брат, это мои братья, мой брат, он музыкальный в РАЙ, телевизионный, он был первым тромбом в фестивале в Сан-Риму. Вау! Комплименты! Мы также хотим его братом в моем директе! Он сказал, что он хотел быть поваром с детства. Его дядя был поваром фешенебельного ресторана, фешенебельного отеля в Е3 Сульмаре. Но вся семья, из которой он происходит, это семья музыкантов. Его брат, это первая труба фестиваля в Сан-Риму, известный музыкант компании РАЙ. И я говорю, что нам срочно нужно его брат с его трубой к нам в прямой эфир. Ага, и ты, и почему? Я тоже должен быть музыкантом. Он говорит, что для меня это бесполезно, я не в состоянии его ручить. Мы в Е3 Сульмаре имеем традиционную церамику. В Е3 Сульмаре, город на Альмсистанском побережье, он известен во всем мире своей керамикой. Вот нам показывают один из предметов. Да, я даже когда там была, то там даже на улицах мозаики, там фонтаны, выложены вот этой вот заменитой ветренской керамикой. Ага. Ветри в каждой семье обязательно есть либо музыкант, либо керамист, который делает вот эту вот керамику. Ага. Ага. А Амальхия это город, где каждый человек становится либо поваром, либо официантом. Вот такая традиция городов. Здесь можно сказать, либо амальхия, либо повар, либо официант. Интересно. Ага. Да. В кулинарии это тоже музыка, без сомнения. Ага. Ага. Это работа или это страсть сейчас? Чтобы быть хорошим поваром всегда должна быть страсть. Вот страсть лежит в основе, а потом уже приходит работа. Ты работаешь в других странах, в ресторанах famosos. И почему ты вернулся в Салерно? Я сказал, что ты работаешь в знаменитых ресторанах, работаешь в других странах. Почему ты вернулся в Салерно? Ага. Добавил то, что это доехали в Салrait. Угу. Ага. Потом я решила в 2003, я решила на что-то в конце Сахара и я решила на этом. Я решила на который язык, я решила на основе, 5-ми летом. Сахара. Я решила на пульс nav. Угу. Ус-ми летом в Саверно, великий округ теннинер. Угу. Санкт-Мориц в Швейцарии, это и Мадонна Декампилия, то есть он как бы успел поработать и там. Но я принадлежал очень много на Сардении. В коллегаменте есть Тони Барбати, который мы работали на Портосерву. Это было неизвестительное испытание. Он работал с известнейшим сардинским поваром в ресторанах в Портосерву. Тони Барбати. Тони Барбати, да. И это был огромный опыт, который он у него получил. А, Тони Барбати, окей. Бонжорно. Бонжорно. Торино, Монза. Он слушает один из лучших поваров Италии и Сардинии. Он пришел послушать наш прямой эфир, потрясающий. Ну, это... Ва бэй. В Моно для ресторанах, и в Моно, в Моно, Поехали стагиони, как я, это было бы я, и ты встретил с очень много людей. Потому что есть, что они, там, там, вот, университ, кто работал на Кортина, работал в Портосерву, в эстаке. Это было такой, в Италии. Городицы, все встретились. Это огромный опыт именно вот и регионов Италии в частности, то есть если допустим тот же Санкт-Морис это зимний курорт, то Сардиния тоже курорт летний, он поработал в разных регионах, набрался очень много опыта, именно вот добрал в себя вот это вот все, этот опыт и плюс работу со знаменитыми поварами. Еще раз хочу сказать, что фактически один из лучших поваров Италии сегодня нас слушает и сегодня пришел к нам тоже в прямой эфир послушать. Дово ты в доме? Сим, но почему ты вернулся в Сантерна? Сим, ну, потому что я решил не путешествоватьать, потому что, если ты не путешествующий, то если ты не путешествий, то есть, когда ты посмотришь в тихи успехи, то есть еще другое. Но потом у меня есть железы, которые меняются. То есть, чтобы выстроить, чтобы выстроить, чтобы выстроить что-то. Также, если у нас есть реставрация, то это не очень fácil. Потому что, конечно, у нас есть много проблем, потому что ты понимаешь, кто сделал его шеф, он счастлив, потому что у нас уже есть базы. Но реставрация, это еще одно мастер. Он сказал, что он просто устал кататься, он устал работать в других регионах. И ему захотелось вернуться к корням и создать что-то свое именно там, откуда вышла его семья, где его все знают. Поэтому на базе именно вот этого большого своего опыта он вернулся и он стал создавать свой ресторан. А где находится твой ресторан? Туристы идут на Мальфитана, где находится твой ресторан? Мы находимся в Ветри Сульмаре, в море, на пляже, 30 метров до моря. Я спросила, где люди, которые приедут на Мальфитанское побережье, где они могут найти его ресторан? Он говорит, что буквально 30 метров от моря, от пляжа в городе Ветри Сульмаре. Ветри Сульмаре – это первый пункт, откуда и начинается, собственно, Амальфи и все прочее. Мы связаны с тем, что в Кремле, аэропосты, и все. Я была в Салерно, и в Салерно я посетила Ветри Сульмара, очень красивая в Сульмаре. Я как раз Ветри попала из Салерно, это было очень просто, и такой очаровательный городок с керамикой над морем. Я спросила о специализации его ресторана, он занимается, может быть морепродукт или что-то, и он занимается в основном готовить блюда высокой кухни или все-таки кухни народной? Да. Я пытаюсь сделать укрепление, немного кухни, немного кухни, немного кухни, но всегда на базе традиционного, потому что мы здесь хотим традиционный городок. Но традиционный городок, но я, как ресторан, использую много Пензогня, много Пензогня, как пензогня, что nuestro пензогня, как как рождество. Это такой же рождество. И мы работаем очень разным, астик, агуст, рисческий риск, риск и риск, риск и риск . Пескать своим риском, риск, 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 риск. Он сказал, что он сочетает кухню народную с кухней креативной, с креативными идеями, но при этом база это все равно кухня традиционная, потому что люди, которые приезжают в эти места, они все-таки хотят есть традиционные блюда, хотят увидеть настоящие традиционные блюда, поэтому основа все-таки вот эта. Он очень много работает с морепродуктами, очень много работает с рыбой, очень много делает разных специальных фритюров из рыбы, из морепродуктов, то, что популярно в этих местах. А каке ресторан называется Паскало? Я спросила, почему ресторан называется Паскало? Так, что-то у нас тут немножко со связью. А почему ресторан называется Паскало? Паскало, потому что я взялся мои характеристики. Я, прежде всего, был очень большой. А, наполезанно, Паскалоне. Когда он был большой, Паскалоне. Думаю, что я сделал немного диминутиво на французском, когда этот номер, в конце концов, это мой диминутиво. Паскалоне. Паскалоне. Он означает такой здоровый, толстый, а он очень долгое время был очень большим и толстым. Вот это, как бы, прозвище, оно вместе с его уменьшительным именем легло в название ресторана. Паскалоне. 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 Паскал aest vacation. Паскалоне. 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 Очень интересный рецепт, на самом деле он говорит, что много делает и на гриле, очень много фритюр и рыбы, но есть один интересный рецепт, когда в филе, но здесь скорее всего это дорадо идет, здесь в филе морского окуня, укладывается на него вареный картофель в смеси с лимоном, очень много оливкового масла, травок, а потом все это укладывается в небольшой бисквит и запекается в духовке, вот такой вот интересный рецепт. А латуа паста преферита, ла даманда даме. Димае паста, че сальси для паста, че типо паста? Ну, ва бэ, ди сольто, ва бэ, преферимо большие, ва бэ, спагетти, лингвини, а также если цена паста, че не менее известны, типо ле мафалды, и зити, и зити, и зити, че типо ригатони, но это у них более крупно, что мы делаем, что мы делаем на геновесе ди тонно, с онион, циполла и туна, туна фреш, в 3-4 час, применение при��ает съем愛 оливίας, как grill decks, а также много семьи ков לא�, на долу, ā продуктовки в Commissioner, заправляем клетки оливи structure, в следующем году в Porta Тунии, и зити, вода ели историю ките за colета. за 8-9 , 7-8 и нёмiksız fortunяя, и arise турни оливище от бомботч исчезти, непwertение оливия вода. Ну вот он говорит, что это спагетти дикие называются, они немножко больше, чем ригатуни, и ему очень нравится, когда их готовят с соусом из тульца. В этом случае свежего тульца готовят, тушат, как бы, несколько часов, и после чего, значит, вот это вот превращается в соус, как со спагетти, вернее, с этой пастой. А еще очень интересная такая вещь, у них маленькую рыбку, это вот анчоусы, восемь месяцев маринуют в подсоленной воде специальным образом, и потом из нее тоже делают соус для пасты. А ки кока аказа? Ту а на твоя фамилия? Вопрос, который задали здесь, кто готовит дома. В этом случае в карантине не я кучу, я кучу на кастрюлю. Кастрюлю. Он говорит, что сейчас, во время карантина, готовит он. Обычно такое общее блюдо готовит жена, но он этого практически не ест. Он ужасно привередлив и ему вообще это все не нравится. Но потом он сказал, что в принципе это, конечно, шутка. А че он пьетто специально? У нас есть много риса. А, да. Да, ему очень нравится блюдо риса. А че он пьетто специально, что есть только в регионах Солерно, Мальфитана, может быть, в ветре, которые не находятся в других регионах. Я спросила, есть ли какое-то особенное блюдо, которое есть только там, либо на Мальфитанском побережье, либо в ветре, которого нельзя найти в других частях Италии? Думаю, что я тебе могу сказать 3. Не говорю 3, не говорю. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 5. 1, 5. 2, 6. 3. 4-4 часа, и если нужно пить в фриде, в панино, в фесты традиционных. Второе блюдо, оно едет холодным, но готовится телятина, готовится в вене, и потом, я так понимаю, что типа розбифа может быть что-то, типа розбифа, но... Ну, мы говорим, что милза, милза, это очень сильный продукт, но не нужно пить холодно, только в фриде. Не можно пить холодно. Это не розбифа, но, например, это мясо, которое едет только холодным, и готовят также блюдо в Палерме. А третий? Третье блюдо, это суп из рыбы без рыбы, это суп из сбежавшей рыбы, в переводе с диалекта. И как? И будет приготовленным пазмом, с сетей и помодором, и они были копаны. И были готовы на саду, на саду, на спиаге, были меслены в помодоро, для того чтобы сделать его на море. Но сегодня не намного не было бить, потому что помодоро салит. Это очень старый рецепт супа, который готовится в печи, в духовке из хлеба, помидоров, лука, там вообще нет рыбы, он называется рыбным супом избежавшей рыбы. Это очень старое блюдо, но сейчас его уже совершенно не готовят. Есть еще одна блюдо. Это очень старое блюдо. И в книжках я объясняла разницу между софритом неаполитано и софритом традиционным итальянским. Вот из софрита неаполитанского делают такое супом, называют такое блюдо интересное, овощное, которое очень не любят почему-то молодежь, его любят, когда уже становятся старше. А тут задали вопрос о блюдах, которые популярны в этом регионе. Субтитры создавали? с помидорами и баклажанами, но это как бы традиционно для Италии, а здесь есть так называемые кабачки. Сначала они обжариваются полностью, потом посыпаются мятой, орегано, уксусом и в таком виде они подаются. Интересная такая вещь. Когда я была в Кампании, я увидела для меня много интересных вина, которые они не знают из Кампании. Есть «Лакримокристы», «Альяник» и другие. Я задала вопрос, когда я для себя открыла в этом регионе вино, которые мы не знаем совершенно и которые мы обычно не находим в других регионах Италии. Это их знаменитое вино «Слезы Христа», «Лакримокристы». Это несколько видов вино «Альяника», которое нам очень понравилось. Я спросила, на мой взгляд, какие вино мы обязательно должны попробовать, если мы приезжаем в Кампанию. Сейчас я вам покажу, потому что я вам покажу внизу. Я вам покажу, что я сюда! Это «Фиорд'ува» «Мариса Куумо» Это из-за «Костейрам Мафитана», что, скажем, у них есть очень важные, но это один из самых важных винах. и из трех видов винограда. Это вино из трех видов винограда. У нас есть капритоне спуманте. Это вино спуманте, которое вам тоже рекомендует попробовать. У нас есть вино, которое мне очень нравится. Это вино. Сейчас я вам покажу. Показать, рассказать вино из композиции, посмотреть. У нас есть вино. Это вино из Рафео. Интересно. Утрамонти. У нас есть вино из Кампании. Сейчас он нам показал, что он может рассказать обо всех этих винах и сказать, что их стоит попробовать. А это вино из Лакрима Кристи. Почему так называется? Может быть, это легенда? Это легенда из Лакрима Кристи. Может быть, это легенда из Лакрима Кристи. Может быть, это легенда из Лакрима Кристи. 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 Сейчас я не знаю, потому что я не знаю, потому что я летал на разных сторонах. Я не знаю, что это легенда из Лакрима Кристи.